Есть масса названий, песен, коллективов, которые ассоциируются с сегодняшним гостем. Программа «Правда-24». Для меня он старый волк, потому что это Крис Керри. Привет, мы сейчас вспомним эту историю. Садись. Четверть века назад мы поехали по Америке с тобой на МТВ записывать клип «Старый волк». Казались себе тогда молодыми, наверное, не очень. А сейчас что? Первопроходцами, великими, которые увидели хижину дяди Тома. Мы увидели американскую музыку, живую. Мы увидели американских молодых людей, которые думали не так, как мы, возможно. Но искренность молодости передалась друг другу. И мы все подружились. Но, в принципе, основные вещи, наверное, в твоей творческой биографии, это... Сейчас бы нашу основную вещь, я забыл, но у нас основная вещь, это кошки из приюта, которые мы находим. Хозяева это кто? Эсмеральда. Эсмеральда, эта девочка. Вот это Эсмеральда. Красивая. Брюнетка, да. Красивая. У тебя же, кстати, с кошками полный ассортимент на даче. Сколько их? У меня 7, да. Но они продолжают рожать. Ну, благо есть где. Да, благо, да. Там места хватает. Папа кормит, молоко есть. Корм есть. Так вот, возвращаясь к культовым твоим произведениям. Все-таки, да, это же не старый волк. Старый волк как-то не был замечен. А это вот ночной рандеву и замыкая круг, да? Прежде всего. Не обидно? Ну, как может быть, обидно? Как раз это показывает многополярность мира, потому что ночной рандеву и замыкая круг – это песни, которые звенят до сих пор в России, они не имеют возраста, они канонизированы, не входят в листы хит-парада. А Старый волк – это песня, которую заметил американская MTV и сказал, а вот это наша песня. Да, она такая взводная. Ну, так, так было сказано. И они проявили максимальное мужество, когда мы на моей пятой модели со скоростью 180 км включались по Золотому кольцу России. Да. И они снимали всё, что происходит вокруг, монтировали потом в Америке, ну, неважно. Ну, вот, кстати, насчёт этих твоих скоростей, что это за сейсторий с попаданием всё время в нетрезвом виде, в ДТП, и вот что это? Это мы так, у нас рок-н-ролл так, да? Это мы так зажигаем? Это составляющая часть рок-н-ролл. Это не значит, что это специально или так. Там можно говорить по-разному, но что было, то было. Когда-то. Было и прошло. Теперь этого не будет, потому что я уже в пенсионном возрасте, получается. Нет, у нас, кстати, не 60 пенсионный возраст, у нас, по-моему, подняли, так что тебе ещё надо будет поработать. После сегодняшнего дня ничего не изменится, я думаю. А ты работаешь вообще над чем-нибудь сейчас? Что-нибудь делаешь? Да, я сочиняю музыку по сценарию Охлобыстную, как в фильме «Мутылек». Делаю эскизы, по крайней мере. Это один из проектов. Я сочиняю музыку, точнее, не музыку, а фанфарный ряд Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В принципе, основные темы готовы. Я просто их храню в тайне, я понимаю, что кто-нибудь их услышит. Потому что у меня есть некое ощущение, ну как понять автору, хорошая музыка или плохая? Надо проснуться раз, проснуться два и послушать. Когда почувствуешь, что это цепляет, значит, в этом есть какое-то зерно. Я думаю, что я эту работу доделаю по-всякому. В принципе, у меня есть новый альбом, но это просто песня. Я не знаю, как его точно издавать. Понятно, что издавать надо. Название-то у него есть? Названия нет пока. Надо издавать, наверное. Ну вот надо было прям к сегодняшней годовщине издать. Что ж вообще ждать-то? Зачем? Да нет, ну все равно это надо через интернет, через YouTube, там, по несколько песен выпускать. А типа, а вот сейчас годовщина, а вот новый альбом, да. Кстати, вот насчет того, что нам не дано предугадать. Ведь не дано ж, наверное, было, да, тебе предугадать, замыкая круг, что Алла Пугачева спустя некоторое время скажет, а почему меня вообще не позвали? Кстати, почему не позвали Пугачева? А Робел? Нет, ну... Это же первая общая песня, да, отечественная? Дело в том, что эта песня касалась одной важной истории, потому что появилось ощущение, что многие из музыкантов, рок-музыкантов, которые как бы зубами гранит разрывали на части, у них заканчиваются силы, они различаются, кто в Австралии, кто в Америку. В Америке это Ситковецкий твой подельник. Ну, не только Ситковецкий твой, на самом деле, из первых артистов, певцов, которые пели эту песню, осталось достаточно мало. Ну, как машина времени в полном составе, там еще Мелик Пашаев, кстати, был, а нынешний весь состав функционирует благополучно. Ну, как, а те далече, кого уж нет, там, из... Ну, многих нет. Нет, суть заключается в другом, что эту песню поют многие другие музыканты. И самое главное, наверное, для меня такое солнечное событие, когда борт самолета Ил-86, который я курировал в проекте Peace Foundation for the World, приземлился в городе Чикаго, такой есть бандитский городишко в Америке. Вот, масса детей в белых одеждах с цветами, они заполнили весь зал. И все наши вышли тоже в белом. Вот, и потом они спели эту песню на английском языке. Let me hold your hand, let the music never end. Это же важно, это часть международного произведения. Так что, почему Алла Пугачева, ну, не знаю, наверное, она не входила тогда. А, в топовые? В круг рокеров, скажем. Нет, ну, а на самом деле, если серьезно, смотри, вот многих действительно уже нет живых, из тех, кто в этом проекте участвовал, кто-то уехал. А ведь с очень многими ты просто, я не знаю, можно ли употреблять, ты глагол поссорился, но не общаешься. Я ни с кем не ссорился, ну, просто общаемся мы редко по причине того, что меньше стало совместных концертов. Только поэтому? Да, а с кем? Я ни с кем не ссорился. Реально. Иногда я думаю, почему. Ну, бывают сборные концерты, когда мы встречаемся, а они связаны с футбольными матчами, предположим. Ну, и еще там. Да, вот эта тема спорта меня всегда поражала, как ты вот умудряешься совмещать интенсивные утренние занятия, там, теннисом и прочими твоими любимыми видами спорта, там, я уж про футбол не говорю, про плавание, и при этом вот совершенно рок-н-ролльные увлечения самыми разными напитками, скажем так, явствами. Ну, я думаю, что эта тема слишком гиперболизирована. Все у нас пьют в России. Кто меньше, кто больше. Не, ну смотри, все-таки наши ровесники, они переходят на фреши, как на здоровое питание. Я не могу сказать, что кто-то поддерживает из твоих бывших там товарищей вот такой... Кстати, недавно беседовал насчет товарищей с Ольгой Кормухиной, который тоже был, как ты помнишь, достаточно, ну, такой жесткий период, связанный с алкоголем. Сейчас она абсолютно вот без этого обходится, а зажигает по-прежнему. Кстати, не упомянула ни разу на самом деле в нашем разговоре, что ведь ее карьера не состоялась бы, если бы не ты, как мне кажется, нет? Ну, это на ее совести, потому что все-таки песня «Усталое такси» и альбом, который выпущен на «Мелодии». Ну, я выступал... Не, ну вот ты расскажи, как бы там... Как продюсеры, они не знают... Напомни мне всю эту историю. Почему она... Нет, никаких обид быть не может. Я ничего у нее не спрашивал, не просил просто. Она была в составе группы, спела эту песню... Какой группы? Рок-ателье. Рок-ателье, да. Да, спела хорошо. Так. Мне удалось пробить на фирме «Мелодия», что взял с невозможным. Этот «Миньон». «Миньон» — это небольшая такая, не полная, не сорокопятка, но вот небольшая пластинка. Которая поставила ее в ряды достаточно известных, может, не знаменитых певиц России. Главное, что она продолжала развиваться и развивается. А то, что не упомянула... Но ты с ней не ссорился? Нет. В том-то... В том-то... Ни в коем случае. Я и с Макаревичем не ссорился. С Макаревичем, кстати, вот на самом деле Макаревичу ты какую-то услугу оказал, потому что вообще не секрет, что високосное лето, вот в тот период звездный, когда там был и Фремов, и Кутиков, собственно, половина «Машины времени», была самой сильной командой перспективной. Потом ты, не ссорясь, каким-то образом расстаешься с этими двумя, они переходят к Макаревичу, и «Машина времени» передачку-то со второй на четвертую резко и рванула. У нас в руководной роли свобода. Как можно удержать музыканта? То есть с Кутиковым и Фремовым ты тоже не ссорился? Абсолютно. У нас очень хорошие отношения. Ну, Макар, это отдельная история. Это разговор в кадре. Я давно перестал его понимать. Чем он живет, в чем его философия. Кстати, вот очень любит потроллить тот же Градский, который, как известно, вообще такой троллер. Давай мы сразу снимем вопросы. Вот этот миф, который ходит по сети, что якобы ты не Кельми. Потому что я-то знал твоего папу, Ария Михайловича, Кельми. И вот тот, что ты Кельми, я знаю. Откуда вообще вот это взялась идея, что ты Калинкин? Да, я думаю, что это в одном из круизов, может быть, Неспрессо. Это придумал Градский. Да, да. Вот. Ну, я... Леша Романов делал вот эти Неспрессы. Да, Леша Романов. Я долго терпел. Я говорю, Саша, вот писаешь, что ты приедешь на могилу к моим родителям. И увидишь, значит, памятник, там написано. Кельми, Антоний Александрович, ну, все родители, бабушки. Я ему сказал, тебе стыдно не будет. После этого он перестал. Вот этот миф. Ну, ну, просто... Но Калинкина, это фамилия мамы, да? Это нет, это вообще не... А, то есть это вообще не понятно? Это вообще не откуда. Да? Вообще не откуда. А, я-то думал, поскольку Ария Михайловича-то я помню очень хорошо. Фамилия мамы Якимовец, Ария Михайлович Кельми, это мой отец. Известный всей стране, кстати, гидростроитель. Мой старший брат, как бы, это... Ну, это какой-то блеф. Как это еще... Но очень устойчивый. Люди очень, вот почему-то ведутся на это. Женя, ну что, ну, давай поплачем. Нет, я хотел, чтобы это вот прозвучало в эфире, чтобы вот это просто историческое, чтобы снять вообще эти вопросы на будущее. Шавырин в свое время даже... Дмитрий Шавырин, ведущий за руководой дорожки МК, да. Да, он опубликовал мой паспорт. Да, я, кстати, помню, да, эту историю. Не помогло. Не помогло абсолютно. Напечатать можно все, что угодно. Ну, я думаю, дело не в составе букв, количество, дело в сути, потому что Кельми – это древняя испанская фамилия известная. У меня там корни определенные. С чем сражаться? С ветериномельницей? Там, кстати, есть такой спортивный бренд. Бренд Кельми. Тебе надо как-то с ними войти в альянс. А почему надо? Уже вошли. А, вот так вот уже, да? Жизнь не стоит на месте. Вот Шавырин упомянул. Дима Шавырин, он сейчас, по-моему, не пишет уже ничего. Хотя в свое время был, да, такой, в общем, самый заметный журналист в этом жанре. Изменилась вообще журналистика, ну, тут, скажем так, музыкальная журналистика за эти годы? Или ты не следишь? Это где-то параллельно. Ты весь там в чем-то своем. Сейчас не слежу, потому что в какой-то момент мне стало грустно, прочитав какие-то очередные репортажи Артура Гаспаряна с конкурсов Евровидения. Вся эта история, критика журналистская, то, о чем говорил Троицкий, понимаешь? Да, я думаю, что это слоу-даун. Это как бы не обсуждается, потому что достаточно включить радио 98, послушать новые песни, просто новый блок. Так. И сравнить с нашим новым блоком становится страшновато. Это на самом деле. Не хочу в критицизм вдаваться, потому что композитор не имеет права вообще на эту тему говорить, к большому счету. Сначала сам сделай что-то новое, достойное и стоящее, а потом уже говори. Но все-таки слушать невозможно. А ты всегда был рок-музыкантом, как ты считаешь? Потому что многие, допустим, считают, что «Ночное рандеву» – это попса. Ну, какая же попса? Нет, я задаю вопрос. Ну, не знаю, это «Мишел» тоже попса. Это правда. «Ночное рандеву» как раз имеет хадроковый риф. Я считаю, что нет разделения на жанры, категории музыки. Есть плохая музыка и хорошая. Это такая достаточно стандартная вещь. Давай даже в анализе мой пауза. Расскажи мне про Кристиана Кельми. Да. Кристиан Кельми – твой сын. Он почему не музыкант? Он три года занимался в школе на фортепиано. Даже у меня записаны дуэты с девочкой. Так. Я его ущел играть на гитаре. Но я считаю, что ребенок выбирает сам то, что ему ближе. Вообще, ему повезло. Он многим занимался. То, что касается спорта, там, и дзюдо, тэквондо. Катался на коньках, на горных лыжах, на скутерах. Но выбрал, как неудивительно, подводное плавание. У него пять сертификатов. Даже пятый английский. Но это же не профессия, что это значит? Это хобби. Это хобби. Да. А чем он занимается? А, в жизни? Да. А я не скажу. Я, на самом деле, точно не знаю. А вот так вот, ненормальный папа. Я знаю, что у него в комнате стоит пять мониторов. Вот таких больших, вот как у вас на студии. Да. И он сидит за клавиатурой и что-то делает по ночам. А. Наверное, он разговаривает с миром. И с своими друзьями по всему миру. Что они обсуждают, я точно не знаю. То есть ты не живешь интересами ребенка? Вот это вот я... А он не подпускает, правильно делает. А, вот так вот, да. Я не думаю, что он хотел, чтобы я знал его тайны. А я не хочу их знать. Пусть он идет... Он нашел дорогу, нашел путь. Он талантливый человек. У него хорошее образование, замечательное. В принципе, фундамент у него полностью есть для адекватного... Ты имеешь в виду материальный фундамент? Да, материальный, да. Развитие истории. Ну, то есть квартира, машина, там, дача. Все это есть. Ну, все это от папы? От кого? Я не знаю, бывают разные варианты. От папы, конечно. Поэтому, на самом деле, он у меня единственный. Я его очень люблю и желаю ему большого успеха, потому что это продолжение нашей жизни. Ты, кстати, один из немногих рок-музыкантов, который до сих пор женат на жене первого созыва. Я имею в виду Лю... 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 Люсива. Столько... Столько лет вместе. Но при этом все эти вот сюжеты, которые все время я вижу на разных каналах... Гадкие. Да, гадкие про ваши разборки. Вот зачем это все выносится? Как-то... Это как-то выносит перчик в ваше существование? На самом деле, это особо и не выносится. Просто если люди живут 30 лет вместе, конечно, я не знаю, не верю, что есть какие-то семьи, которые пройдут такой долгий путь, не имея каких-то трений и реальных... Реальных проблем, да? Наверное, да. Наверное, да. Мы не можем исследовать всю историю. Есть семьи, которые проходят долгие годы. Но... Да, за... 30 лет. Вот 30 лет – это ровно половина того, что пока пройдено. Какая половина, если мы по 30 разделяем, первые 30 или с 30 до 60 была самая насыщенная? Ну, если говорить откровенно... Да, хотелось бы. Да, потому что мы друзья. А 70-е были самые счастливые годы, потому что это были годы андеграунда, это были рокы, это были чистейшие отношения, это были концерты в Питере, когда собиралась там... Ещё группа «Аквариум» не было, там собиралось по 700 человек, в милиции было 7 тысяч, но неважно. Но концерты не закрывали. Андеграунд. Великое десятилетие 80-х годов, когда... В общем, ты ответил. Возникли, да. Я к чему это говорю, что будет ещё 30, чтобы вот эта треть, вот эта вот финальная, она была бы не хуже первой. А финишируем мы финал, потому что такой игрой в правду, есть такой проект. Смотри, как это. Гермоний сказал, ну что, в карты будем играть? Я говорю, нет, никакого азарта, просто ты вытаскиваешь фишку наугад любую. Так. И это белый, белого цвета, это значит, любую карточку ты можешь, это свободный вопрос, любую, какую хочешь, любого цвета. Потому что дело это свободный вопрос. Любого цвета или... Да, любого цвета, да. Хоть голубую, хоть жёлтую, хоть красную. Голубая, не больше. Так. Красная. Так. И здесь вопрос на подумать. Есть ли у вас сейчас долг, который вы на самом деле не планируете отдавать? Есть у тебя долг какой-нибудь? Слава Богу, нет. Наверное, есть долг самый главный перед народом России, что я не сочинил ещё одну самую главную песню. Так. То есть, может быть, я сочинил, но её я не услышал. Угу. В этом заключается, наверное, мой долг. Может быть, не одно, а две и три. Потому что потенциально я в душе чувствую, что я могу сделать сейчас больше. Но по ряду причин... Каких причин? Причин общего характера... Это ни о чём. Это не ответ. Хорошо. Ладно. В каждом веке есть период Ренессанса. В том веке он попал на 50-60-60. В этом веке он в диссонансе попал на начало 2000-х годов. Это всё, что окружает нас в мире, то, что окружает нас в общении между людьми. То, что мы перестали видеться и общаться друг с другом. То, что мы сидим в соцсетях, то, что мы сидим за компьютерами, разговариваем только таким языком. То, что по улицам ходят люди с стеклянными глазами. У них мобильные телефоны здесь в ушах. Они ничего не видят, что вокруг, кто идёт рядом. Такого не может быть. Жизнь же, наверное, построена по-другому. Поэтому вот это, наверное, мой долг, чтобы собирать залы, чтобы приходили зрители и петь и старые, полюбившиеся песни. Ну и, конечно, новые. Крис Кельми, он ещё не написал свою главную песню. Мы будем в это верить. Спасибо тебе. Спасибо.